Привет, ребята! Мы сегодня с вами отправимся в джунгли. А почему в джунгли? Потому что мы будем с вами говорить о тиграх. Тигр – это большое животное, оно очень хищное. И еще тигра называют королем джунглей. Почему королем? Потому что все животные его опасаются и стараются к нему не попадаться. Тигр – это лесное животное, и он любит скрываться. Нападает он очень незаметно для своей жертвы. Почему так происходит? Потому что его шкура золотисто-черная, она маскируется с внешней средой. Добыча его не всегда видит, и поэтому он всегда удачно может охотиться. Еще есть такие белые тигры, которые очень редкие в природе, но они встречаются. У них шкура бело-коричневая, то есть в основном у них белая шерсть и коричневые полоски. И он тоже, что интересно, сливается с внешней средой и тоже очень удачно охотится. У него голубые глаза и очень такая интересная внешность. В основном мы всегда видим, что тигров показывают в тропических лесах. А еще тигры встречаются в Сибири. И этот тигр называется Амурский или Уссурийский. И это очень большой и крупный тигр. Он может достигать 3 метров в длину и весит 300 килограммов. Представляете, это очень крупная кошка, которая живет именно в зимних лесах. Несмотря что тигр это очень большая кошка, все же он очень сильно любит воду. Они любят плавать. А еще в жаркую погоду эти большие кошки лежат на берегу воды и просто там отдыхают. Тигр очень интересное и скрытное животное. Но о нем уже много что известно. Потому что существуют фотоловушки и наши зоологи постоянно его изучают. Но, к сожалению, тигров становится все меньше с каждым годом. Потому что на них ведется бракандерский отлов. И они теряют свою естественную среду. Поэтому на сегодняшний день они живут в определенных заповедниках и резервациях. В связи с этим в 2010 году, 29 июля, было учреждено как Международный день тигра на Международном форуме Тигринный саммит в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного и красивого животного. Главная цель проведения Международного дня тигра – это информирование широкой общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. А еще, ребята, про наших тигров написано очень много интересных книг. Это вот энциклопедии «Мир живой природы» и «Большие кошки». И также они еще встречаются в сказках. Например, это «Тигр и мышь». Эта сказка очень интересная о том, как маленькая мышка помогла тигру. И еще всеми нам любимый Винни-Пух. И кто у него лучший друг? Конечно же, Пятачок. А еще Тигруля. И об этом вы можете прочитать книжку «Винни-Пух» Алана Милна. А еще такой факт есть, что тигров боятся многие животные, кроме шакалов. И об этом очень хорошо написано у Ридьярда Киплинга в книге «Маугли». Заходите к нам на сайт, на страничку «Детям о животных» и узнавайте вместе с нами. Для себя много интересного.